Дыхание Внешнее дыхание Внешнее дыхание осуществляется в результате сокращения и расслабления скелетных мышц Наружных межреберных диафрагмы брюшного пресса, который взаимодействует с межреберными мышцами и диафрагмой рецепропных При форсированном дыхании подключаются мышцы шеи, внутренние межреберные мышцы Торса И даже крыльев носа Сокращение и расслабление дыхательных мышц увеличивает и уменьшает объем грудной клетки Что создает колебания давления в полостях плевры и легких И ведет к вдоху и выдоху Легкие связаны с атмосферой воздухоносными путями Грудная полость герметически замкнута Плевральная полость, это щель между висцеральным и париетальным листками плевры, также герметически замкнута Давление в ней ниже атмосферного, его называют отрицательным Если нарушить герметичность плевральной полости, это пневмоторакс, легкие спадают Действует эластическая тяга легких, не уравновешенная отрицательным внутри плевральным давлением Вдох Акт активный Акт активный Начинается с сокращения дыхательных мышц Выдох Акт пассивный Связан с их расслаблением Воздух входит в легкие и выходит из них в результате колебания внутри плеврального и внутри легочного давления Вот графики изменения внутри плеврального давления при вдохе и выдохе Их графики изменения внутри легочного давления Вдох Выдох В организме человека эти процессы протекают одновременно Сокращение мышц осуществляется в результате деятельности совокупности нейронов Расположенных в различных структурах центральной нервной системы и составляющих дыхательный центр Элементы его локализуются в коре Гипоталамусе В оролевом мосту В продолговатом мозге, где расположен главный дыхательный центр В спинном мозге, в шейном отделе находятся центры диафрагмальных нервов В грудном отделе центры межреберных нервов Все элементы дыхательного центра обладают разными функциями От дыхательного центра в коре зависит произвольный характер дыхания Гипоталамические нейроны координируют дыхание с другими функциями Пневмотоксические и апонистические центры способствуют смене вдоха и выдоха Бульбарный центр состоит из обладающего автоматией инспираторного отдела и экспираторного Центры диафрагмальных и межреберных нервов это спинальный отдел дыхания Бульбарный центр посылает импульсы в спинальный отдел От нейронов которого импульсы передаются дыхательным мышцам и они сокращаются Так происходит вдох Прекращение импульсов расслабляет дыхательные мышцы Это приводит к выдоху На активность дыхательного центра влияет афферентная импульсация из дыхательных мышц и респираторных отделов легких Прерывистый характер потока импульсов к нейронам бульбарного центра способствует смене фаз дыхания Бульбарный центр является жизненно важным При его разрушении дыхание останавливается При пересечении спинного мозга ниже шейного отдела сохраняется только диафрагмальное дыхание В регуляции активности дыхательного центра большую роль играет газовый состав крови Количество углекислого газа Вспомним опыт Фредерико с перекрестным кровообращением У двух кроликов сонные артерии соединены перекрестным Кровь из тела белого кролика направляется к голове серого, омывая его мозг Кровь серого кролика омывает мозг белого Дыхание кроликов регистрируется одновременно на ленте кемографа и на ленте самописца Вот график спокойного дыхания Зажмем трахею белого кролика У серого возникает одышка, так как в его мозг поступает кровь с избытком углекислого газа А у белого кролика дыхание становится реже В его мозг поступает кровь серого кролика с пониженным содержанием углекислого газа Опыт доказывает, что углекислый газ является стимулятором деятельности дыхательного центра Внешнее дыхание человека изучается методом спирографии Спирограмма дает возможность изучать параметры внешнего дыхания Так происходит запись спирограммы, на которой видны дыхательные объемы Вдох, выдох Это так называемый дыхательный воздух В среднем 500 миллилитров После спокойного вдоха можно сделать максимальный Его объем около 2000 миллилитров Это резервный объем вдоха После спокойного выдоха можно выдохнуть еще 1500 миллилитров Это резервный объем выдоха Сумма этих объемов воздуха составляет жизненную емкость легких Около 4000 миллилитров После максимального выдоха в легких остается 1000 миллилитров остаточного воздуха И воздух вредного пространства 150 миллилитров У тренированных спортсменов жизненная емкость легких 5000 миллилитров и более У женщин величина жизненной емкости легких меньше К старости жизненная емкость легких уменьшается Чем больше жизненная емкость легких, тем лучше снабжается организм кислородом Для увеличения емкости легких необходимо хорошо развитая дыхательная мускулатура Занятия спортом открывают широкие возможности для укрепления и развития дыхательной мускулатуры Увеличение жизненной емкости легких КОНЕЦ КОНЕЦ